Что такое религиозная свобода, о которой мы часто слышим и говорим и читаем? Что это такое? Религиозная свобода. Если хотите, религиозная свобода – это регламентируемые законом права как отдельного верующего, так и всей вот этой церковной общины или церкви, как мы говорим. Это права, регламентируемые законом данного государства. Права чего? Исповедовать свою веру, совершать богослужения, иметь средства, какие-то информации, иметь школы, иметь печатные органы и так далее. То есть вот эта вся совокупность возможностей самовыражения как отдельного верующего, так и церковной общины в целом. Вот. Это необходимо. Да, по крайней мере, это естественно требуется. Каждый человек, он, ну, естественно, он должен иметь какие-то права, и он имеет. Даже рабы и те имели что-то такое, что они могли делать. Всегда кто-то что-то может делать, что-то не может. Всегда поэтому вот эти вот границы возможностей, они очень, так сказать, неопределённые. Хотя каждое общество и каждое государство пытается их как-то строго регламентировать. Но я вам скажу так, что в древности как-то эта регламентация носила более открытый характер. Сейчас постепенно с развитием человеческой хитрости или, как говорят, развитием с прогрессом общественного развития. Вот эти свободы, так же, как и ограничения, они носят характер всё более, всё более неопределённый. Вот эта неопределённость, причём, носит очень, очень, имеет очень серьёзные последствия. Вот я сейчас хочу поговорить о том, что из себя представляют вот эти вот свободы. Я даже говорю не о религиозной стороне их, а вообще о характере свобод, которые регламентируются государством. Я бы хотел отметить здесь вот какие, может быть, моменты. По крайней мере, два очень важных. Первое – вот что. Когда мы говорим об этих свободах и правах, то нужно не забывать, что любое право, которое даётся законом, оно всегда двустороннее. Оно совсем неоднозначно. То есть оно может, это право, использоваться как для блага граждан, членов этого общества, так может использоваться прямо во вред, причём наносить подчас вред колоссальный. И то, и другое. Ну, примеров, пожалуйста, каких угодно, можем привести примеры. Но свобода слова – это прекрасная, кажется, вещь. И она может быть, эта свобода может использована быть для информации общества, о тех событиях, которые происходят, тех идеях, которые рождаются. Но мы видим, как часто используется это для откровенной дефамации. Вместо проповеди нравственности проповедуются как раз прямо противоположные и так далее. И мы это видим – свобода, свобода печати, свобода слова, религиозная свобода. Можно проповедовать, конечно, христианство, а можно под тем же флагом религиозной свободы хулить Бога и Христа. Помните эту выставку, когда кощунственная выставка это была в Москве? Всё под флагом – это свободы. Понимаете? Так что любое право, оно оказывается двустороннее. И, кстати, государству чисто вот таким законодательным образом очень трудно определить сферу применения этой свободы. Очень трудно ограничить бывает. В чём-то можно. Но до конца писать всё это – совершенно немыслимо. Критика, например, может быть, критика. Но эта критика может носить очень разный опять-таки характер. Критика может быть очень объективной, а может, издевательской. Пожалуйста, опять вам. Свобода это? Как это назвать? Свобода или нет? Вот ещё раз говорю. Вот эти все свободы, о которых вот сейчас все говорят и пишут, и которыми, кажется, живёт цивилизованный мир, все эти свободы – это меч обоюдоострый. И чем дальше, тем больше. Именно вторая сторона, отрицательная сторона этого меча, всё больше и больше даёт себя знать. То есть, эти свободы всё больше становятся разрушительной силой. а не созидающей. Второй момент, который присутствует здесь, и он прямо сопряжён с первым, состоит в чём? Что эти все права, которые регламентируются законом, они как-то все обозначаются независимо от той цели, которая с христианской точки зрения является главнейшей. Что же является самым главным с христианской точки зрения? Это воспитание, духовное воспитание человека. Это духовное воспитание человека, то есть человеческих свойств, положительных свойств. всё то, что мы можем отнести именно к категории человечности. Впечатление такое, что государства об этом меньше всего думают. Думают просто о свободе. И больше ничего. То есть, в результате, когда вот эта цель утрачена, то права приобретают из свободы вот тот характер выражения, о котором мы только что с вами говорили. И тогда не становятся эти права человека не теми, которые возвышают достоинство человека, а, напротив, становятся средством, эффективными средствами духовно-нравственного разложения человека. Забыта цель созидания кого? Подлинного человека. Пусть хотя бы даже, ну, в гуманистическом даже смысле, уж не говорю даже христианском, потому что я думаю, что и, по крайней мере, гуманизм в своих, ну, лучших проявлениях, конечно же, будет против того, чтобы демонстрировались всякие фильмы, которые разрушают, если хотите, и душу, и психику, и нервы человека. Всем же это очевидно. Вот эти вот два момента, они, я скажу, очень серьезные. Они присутствуют. Это сама реальность, которая присутствует в современном мире, причем каком мире, громко называющим себя демократическим.